Ришер Гранпье и Жером Сейду представляют Фильм совместного производства «Эскват» по ТТФ1 «Филмс Продуксион» «Кэптон Мувис» при участии «Каналь Плюс», «Сиде Плюс» и ТФ1 В ролях Софи Марсо, Гатель Мале, Марис Бартелеми, а также Франсуа Берлиан, Микаэл Аббитбуль, Жули Анрот и еще Маша Мериль, Франсуа Винчителли, Робер Шерблуа, Тимео Лелу, Милена Широн, Тимоте Гарон, Сириль Грюэль, Валерик Рузе, Лидзи Весси Оператор Стефан Лепарк Авторы сценария Сунья Шилето и Джеймс Хатт Композитор Брюно Куле Продюсер Ришард Гранпье Режиссер Джеймс Хатт Эй, Саша! Спасибо, Жюль! Жюль владелец джазового клуба, где я играю, когда мне захочется. В качестве платы нам с приятелями открыть свободный доступ к выпивке. А это Лоран, мой лучший друг. Мы знакомы ряд с десяти. Да пошел ты! Мы вместе работаем над спектаклем, точнее, над нашим спектаклем. А это Лионель, мой второй лучший друг. Они познакомились с Крис на первом курсе медфака, и всего через 15 лет у них родился ребенок. К счастью, не я его крестный, и, признаюсь честно, я терпеть не могу детей. Эй, мой друг! Одни не переносят пауков, другие – змеи. Мне давно ясно, я не выношу детей. А это Карло... Это ребенок? Ну, пусть будет Валерик. Модель, 24 года, круглая дура с круглой попкой. Идеальный одноразовый вариант. Лучше не придумаешь. Это Лон. Дай-ка. Пойдет. Эй! Мне нравится моя жизнь. Ни будильника по утрам, ни обязательств, ни налогов. Стоп! 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 Я был свободен. У меня были только мои пианино и мои друзья. Жизнь текла, как по нотам, до того майского вторника. А ведь начинался он, как все остальные вторники. Любовь с препятствиями. Дин-дон! Подъем, мое сокровище. Я тебе цыпленочку принесла и клубнички. Я в шесть утра вернулся от Джулия. А твоя настоящая работа как поживает? Та, которая в реальной жизни, что ли? Благодаря которой ты живешь и ешь, а не пьешь. Нет, 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 нет. Не трогай, мам. Ну почему? Ну почему ты трогаешь? Ну почему? Я твоя мама. Ну зачем трогаешь? Потому что я твоя мама. Привет, Стоп! Это училка. Где домашнее задание? Не поверишь, занимаюсь именно этим. Смотри. Музыку для роликов мне хотелось бы послушать до того, как мы представим ее заканчивать. Работу? Ты ничего не сделал? У нас через час встреча у Майны Рос. И шалопай там будет. Через 20 минут все. О, покажи еще разок. Постой. Ну все, все, я понял. Уймись. Нет, 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 мам. Все. Уборка на сегодня отменяется. У меня тут цейдно. Дорогой, а тебе не хочется жить нормальной жизнью? С женой, а? Завести детей. Да, очень хочется. Все, мама, до завтра домой. Завтра, завтра. Как печушка. Просто копия своего отца. Будто завтра не придет. Разве он был не прав? Люблю тебя, мам. Мам, ну, ну, мам, ну, пожалуйста, ну, мам, мам. Спасибо, Исак. Все шишки из Лайна соберутся. Нормально. Мы ведь ждем шалопа. Еще проблема с саванной. Бюджет крошечный и хватит разве что на эпиляцию. Зато получим новую работу. Ой-ой-ой. Я уже две рекламы осилил. Мне пора отдохнуть. Да, твоя музыка нравится. Папи Брос серьезный клиент. Ладно, как до сдавать? Бегом! Стой, стой, тихо. Прибавьте шагу. Бегом, бегом, бегом! Здравствуй, Ксан. Здравствуй. Франк Жофор, наш новый директор по маркетингу. Ксавье Ферра, руководитель проекта в рекламном агентстве. У вас пять минут. Месье Пош, я представлю вам команду Еврорекламы. Вот это Леа, ассистент продюсера. Лоран Саби, наш режиссер. Три минуты. Смотрим. Апельсины и лимон. Шоколад молочный, вольем. Цвет надписи слишком яркий. Мы его смягчим. Мы выбирали из утвержденных цветов. Разбавим красный, без проблем. Теперь музыка. Вначале и в конце было неплохо, а в середине скучно. Послушаем еще раз. Без меня. Эта музыка длится пять секунд. Добавьте еще пару нот. Пару нот? Да, кружочки такие, черные и белые. Пару нот. Вай нот. Цейт нот пройдет. Добавлю пару нот. Все будет сделано. Завтра же пришлем изменения. Пойдемте. Спасибо, Алан. Ксавье, жду от вас варианты. Хорошо, конечно. Лоран, ты со мной в агентство. А ты, чтобы завтра же была музыка. Ясно? Да, Иезак, спасибо. Я помогу, мадам. О, боже. Потяк, баньку. Давайте взяли. Раз, два. О, поставил на проклятую хреновину дверь. Какой-нибудь дебил. Чуть башку не расхватил об эту рухлядь. Все в порядке? Вонючая колымага. Крестин. Вас подбросить? Я встал недалеко. Нет, спасибо, не надо. Ну, ладно. Такси. О, мадам, осторожно. Моя машина настоящий бассейн. Но вам попозже уже нечего терять. Саша, ключи! Ой, прощай. О, невероятно. Саша. Саша. О, мадам, осторожно. О, мадам. Шерлотт. Это, Шерлотт. Это, Шерлотт. Это, Шерлотт. Это, Шерлотт. Ты не можешь найти кого-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так будет лучше. Буду дезинфицировать. Я бы выпила чай. Саша Келлер как тот? Пианист? Он мой отец. Мне досталось его имя, его машина и его пианино. Вы хороший пианист? Ну, не знаю, что бы вы могли слышать из моего... Вот, к примеру, в аэропорту перед объявлением всё время звучит мелодия. То есть, это ваш? Нет. Это здесь нет, а та на вокзале моя. А-а-а. Ну, вспомнили? Я вам сейчас напою. С Том-С Том-С Томом. Неплохо. Только очень коротко. Пожалуй, не просто придумать мелодию, которую... Которую можно легко запомнить. А вы сегодня пришли в Лайн Рос только чтобы свалиться перед ходом? Вы падаете обычно в одном и том же месте? Всё проще, я там работаю. Ах, вот как, Лайн. В культурном фонде. Выручка от рекламы подгузников и йогуртов идёт на организацию художественных выставок. Выплату стипендий. В общем, на поддержку молодых талантов. Понятно. Вы работаете на жену Шалопая. Два года назад я услышала это его прозвище и ушла от него. Мы играли свободную пару. Я роль пары, он свободного. То есть, вы были женой, вы жила Аллану позже? Думаю, общих дел у нас больше нет. Да, но кое-что мы можем сделать вместе. Одну вещь. Ну, ладно. Поцелуй – это лишь поцелуй. You must remember this. A kiss is just a kiss. Касабланка. Мой любимый фильм. Это мой фильм. Мой фильм. Здесь? Нет. Здесь дома Аллана. А мой здесь. Ого. Надо же. Сторичью разбегалась. Престижный район. Атмосфера такая. Точно. А вы где живете? В районе Монмарта. Да. У вас куда оживленнее. Это верно. Что ж, до свидания. Ой! Ну, сейчас выскочит высый дедок и потребует десять штук за то, что притронулись к его… Порш, мадам Порш. Субтитры сделал DimaTorzok 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 спектакль. Ну да, это наш спектакль. Конечно. Это наш спектакль. Вот так. Это наш спектакль. Ну вот видишь. Это наш спектакль. Ну наконец. Это будет бомба. Нам поперло, да? Нам поперло, приятель. Ты прав, Лула. Нам поперло. Какое счастье. Поперло. Вакамазути. Летающие валуны в твоем духе? Абсолютно. Без вопросов. Ну а поскольку в списке миллионеров меня нет, пойду-ка я лучше. Нет, постой. В кое веки выбралась навстречу с сестрой, хоть пообщайся с народом. Работа не вся жизнь. Что делать? Приходится. Но жить тоже надо. Познакомиться с кем-нибудь. Тебе тоже не помешает. Постой. Кто он? Говори. Ну перестань. Он твой ровесник? Ровеснику? То есть? Нет, нет. Я ничего не говорила. И он бедняк. Он голосует за левых. Да пусть. Ничего. На первое время любой сойдет. Ну все, пойду, проверю свои букеты и пора домой. Сисель, погоди. Да все в порядке с твоими букетами. Постой, постой. Ты придешь в воскресенье ко мне обедать. Не могу, я работаю. Ты работаешь сутки напролет. Зато я свободна. И я свободна. Неужели? Два года назад, уйдя от мужа, ты продолжаешь прекрасно изображать его жену. Добрый вечер, Харлот. Привет. Познакомься, Талия, мой агент. Браво, я в восторге. Дань уважения на генода, точно. Отведи к врачу того, кто сотворил эту жуть. Это он. Добрый вечер, месье. У вас просто неуемный талант. Благодарю. Как тебе удается находить такие жуткие бараки? Господин министр, моя жена. Добрый вечер, господин министр. Наконец-то, Аллан. Мы видим искусство. Спасибо, я вас провожу. Прошу прощения. Не только выставка удивительна, но и само место. Они всегда находят прекрасные залы для выставок. У строителей богатой люди. С ума сойти, он спит только здесь. Нужно, чтобы пузырьки по цвету соответствовали своим наторам. Нет, нет, нет. Что ты? Стоп, стоп, стоп. Как твой спектакль-спектакль? Что за Шарлот? Кто такая? Шарлот это... Что это значит? Что это значит? Скажи мне, пожалуйста. Значит, я скинула свои трусики-трусики. Что, есть кто такая Шарлот? А сколько ей лет? Ну, 22, 24, 30, 35, 35, я думаю. 35. В смысле? Что? 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 У нее куча седых волос. Это все равно, что перепихнуться с пудингом. Он придурок. Вы бы ее видели, я не могу передать у нее. Такие глаза, зубы... У нее и зубы есть в таком-то возрасте. Повезло, девчонки. Она просто божественная. Спектакль-спектакль, я горю, я горю. Не можно спокойно. Руки, отвечай. А у меня в трусах? Прекрати, хватит. Все пылает. А у меня в трусах? Чистая, я пойду вместо тебя. Хватит уже, хватит уже. Все, развалиться от меня со своим честно. Не говорю никакого честного. Весь вечер талдычишь. Какой он влюбленный. Тебя это забавляет, Крис, да? Не понимаю. Било. Хватит. Ну-ка. Тебе везет, а моя постель холодна. Я ушел. Постой, ты на всю ночь или поработаешь немного? Джим, Джим, Джим. Послушай, ты подменишь меня сегодня, а я тебя в четверг. Все, пока. Не могла подумать, что ты придешь. Забыла одну. Что? Что? Постой. Постой, стой. Вот здесь. Стой, не шевелись. Тихо. Ты забыва одну. Это мой любимый фильм. Продолжим. Это Сюзи. Выключай. Достаточно. Достаточно. А здесь Луи. Эй, спокойно, спокойно. Это всего лишь дети. Дети. Еще здесь? Нет. Это туалет. Пошел. Все хорошо? Да. Не похоже. Все нормально. Просто... Ну, это ничего. Я еще не привык к твоим маленьким друзьям. Перестань переживать. Они совсем не заразны. Иди, счастливо. Я не это не веду. Но ты же ничего и не сказал. Доброй ночи. До звонка. До звонка. До звонка. Идиотка. Мы добавим, мы добавим, мы добавим лимон и еще ваниль. И пузырится, и пузырится, и пузырится пена, пузырится пена, пузырится пена, пузырится пена. Мы добавим лимон, еще ваниль. Пенятся пузырики, пен, пенятся пузырики, пен, пенятся пузырики. Это замечательно. Возьму две для выставки в декабре. Ах, спасибо, Шарлот. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты вернул меня к жизни. Вот, приглашение на однодневную выставку. Сегодня, боюсь, не получится. Знаю, но он так настаивал. Саша под одним одеялом. Простите. Ты чуть не подцепила другого. А, правда. Не думала тебя увидеть. Я вдруг вспомнил, что коты-аристократы в детстве был моим любимым мультиком. И при чем здесь этот мультик? Трое детей, трое котят, герцогиня, Омелли. Ну и... Пока вы не знакомы, можешь не брать ее в голову. Гульфик на пуговицах. Шарлот, в чем дело? Ты замужем или нет? Да. Нет. То есть, я ему только что сказала, что иду выпить со своей сестрой. Он мой босс, в конце концов. Мама, 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 это ли она? Мама, 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 это ли она? О, черт! Смени звонок, я чуть не умер. Мне нужно ответить. Черт, я, дядя. Да, милый. А вы температурку померили? Все, я еду. Еду, еду, еду. Тебя отвезти? Нет, не нужно. А вечером приходи, когда дети заснут. Нет. Извини, я жутко сгопалась. Не заметила, как время пролетело. У малыша лорингит. Я думала, он никогда не уснет. В кроватку его перенеси, он здесь. Я мигом. Хорошо. В кроватку его перенеси, он здесь. В кроватку его перенеси, он здесь. Ма... Май... 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 Баю, мои глазки закрой, Будешь ты спать тут со мной. Ты как малыш похож на Клода Франсуа, Ты спи, а мне пора. Саша? Я, я боялся, что он проснется. Ой-ой-ой, понятно. Инструменты у тебя есть? Вот и готово. Ты цела? Как ты? Нормально. Не понимаю, с чего? Брось, завтра вызову мастера. Нет, не надо. Это уж слишком унизительно. Сам починю. Сейчас здесь. Ты приляг. Ну вот, не течет, по крайней мере. Отлично. Ай, мама, мама, все течет. Уже утро, утро. Мама, у меня вся рубашка мокрая. Я возьму твою? Возьми. Нет, все, постой. Надевай свои вещи, пожалуйста. Мам, ну прошу тебе белую. Какую белую? Где белая? Вот эту белую? Совсем отдаю. Ну хорошо, возьми и уходи. Господи, покажи. Мам, ну я беру. Мам, хлопья все закончились. Мам, капитан Крайн закончился. Я умру с голоду. Элен привезет из Нью-Йорка еще, а пока я сделаю тебе тост. Ура! Ура! Ты кто такой? Тебе что здесь надо? Что ты здесь делаешь? Ты голый? Нет, нет. Да, да. Уверяю тебя, ты совершенно голый. Близко не подходи к моей семье. Я ничего не слышу. Держись подальше от моей семьи. Послышал? Пока, мам. Сиди. Привет, пап. Какая ты красавица. Не торопись, время и счастье. Мадам, на лестнице совершенно голый месье. Итак, революция, консулат, империя. Все это положило в конец. Ветхому завету. Да нет, старому режиму. Ветхий завет. Не беги, Сириль. Два, три, четыре. Не беги, Сириль. Зайди в отделение забытых вещей. Спроси, не нашли ли твою шапку. Хорошо, мам, пока. Здравствуй, любимый. В другой раз поставим будильник, чтобы не было неожиданностей. Сколько их? Сколько еще отцов? Два отца. Два разрыва. Кофе выпьешь? Ну, ничего не получится. Пианино ждет. Лучше возьми тележку. Есть евро? Нет, у меня карта. Нужна монетка, чтобы разблокировать тележку. Так, ты берешь воду, яйца, молоко, паштет. Встречаемся в йогуртах. В воду и воду, молоко, йогурт и еще паштет. Все ясно. Воду, яйца, паштет. Ты еще не все? Остались только яйца. Возьму био. Яйца био. Не нужно, положи обратно. Держи. Осторожно. Держи, держи, держи. Не шевелись. Молоко. Держи, пожалуйста. Так. Постой, молоко я уже взял, тоже био, видишь, вот здесь. Так. Шесть. А думаешь, тебе хватит шести бутылок? Не думаю, вот еще. Воду. Сколько нужно? Раз, два, три, четыре. Паштет взял? Взял, взял, паштет взял. Осторожно. Где он паштет? Где паштет, а? Вот паштет. Идем со мной. Ага. Чего-то не хватает, да? Четыре больших куска? Здравствуй, Марсель. Здравствуйте, ваш паштет. Спасибо. Я вам отложил его. Спасибо, возвращаю вам кусочек. Давайте, до следующего вторника, мадам Пош. Это что, все на неделю? Еще положи в тележку к остальному. Ух ты. Данет. Ванильный, ванильный. Ванильный. Три, четыре, масло. Шарлотт. Что? Мы должны купить вот это. А что это? Это торгуль из Жанвили. Я не знаю, что это, но поскольку кто-то придумал торгуль из Жанвили, нужно его взять. Считаешь, что нужно взять только за одно его название? Да. Вы ходите за продуктами, но не получаете удовольствия. От покупки продуктов? Ну да. Мужики есть, мужики. Мама. Здравствуй, мое сокровище. Уже два встава и поменяем тебе простынки. Мам, я вообще-то не один. А, я ее знаю. Здравствуйте, мадемуазель. Нет, мам, мам, ты мешаешь. Бабушкины блинчики положишь в холодильник. Ешь больше фруктов. Хорошо, я все понял. Люблю тебя, мам. Добрый день, мадам. Добрый день, мадемуазель. Это Шарлотт. Мама, вот моя Шарлотта. Ага. Знаете, мадам, мадемуазель, мой сын большой талант. Мама, Шарлотта. Его папа, увидев его руки, тут же понял, будет пианистом. Мама, мама, хватит. Хватит. Зайду позднее. Ну, разумеется, я не сомневаюсь, мам. Но теперь ты должна уйти из моей квартиры. Мама, ухожу. Да. До свидания, мадемуазель. До свидания, мадам. Я тоже тебя люблю. Я тебя, мама. До свидания. Мама тебя кормит и обстирывает? Да. В твоем возрасте? Ну, да. Ну, это же мама. Она меня любит. Ей в удовольствие за мной ухаживать. Мужчины. Ой. Точно? Все, заметано. Здесь саксофон с тремя танцорами. Алло. Ты слышишь меня вообще? Да, слушаю. Что-то не видно. Смотри лучше. Тебя тут нет? Я здесь. Мы работаем уже три часа. Ты где-то витаешь. Нет, я здесь. Я... Я... Не хочу в это верить. Что? Во что? Только не сейчас. Ради всего святого. Нет, нет, нет. Я тебя умоляю. Отложи все это. Нет. Ну ладно. Хорошо. Выкладывай тона. Нет. Не хочу. Это старушенцы. Старушенцы. Прекрати. Прекрати. Я тебе сказал, ты идиот. Точно, точно. Выкладывай. Я прям горю от нетерпения. Отстань. Какая она клевая. Ну ладно. Глаз. Точно. Хорошо. Скажу. Она... Знайная. Точно. Ты меня убил. Вот теперь заладил точно. Точно. Не врешь? Правда? Нет. Я одно и то же не повторяю. Повторяешь? Ну точно. Вот видишь. Это не старуха. Ей шестнадцать. Стрижная. Наверняка бритая. Так. Дальше. Толстая. Наполовину. Тут толстая. Там худая. Толстая здесь. Здесь. В ту сторону. А в ту сторону худая. Не то? Ладно. У нее борода. Перестань. Усов нет. Все. Знаю. Изо рта пасет. Так и есть. Она бывшая мадам Поша. Нет. Она была женой Поша. Шалопая. Шалопая Поша? Послушай. Слушай меня, Лоло. Нет, нет, нет. Послушай, приятель. Ты уложил в постель жену Бога. Это... Плохая идея. Нет, Лоло. Я получил такой удар под дых. Просто разум потерял. Бегом оттуда, парень. Больше ни одной встречи. Все, завязывай. Нет, нет, нет. Я знаю. Я знаю. В любом случае, история не продлилась бы долго. Лоло, давай работать. Работать! Мы всколыхнем Магадор. Вот увидишь. Ты мне мозг взорвал. Работы не будет. Идем к Жулю. Вот так и пойдешь? Да. Срочная водопроводная служба. Нужен мужчина? Сколько у нас? Больше двух часов. Отлично. Работа займет минут сорок. Ты весь магазин скупил? Ты еще не все видела, дорогая. Ты даже раковину купил? А как же. Сразу видно, что ты сама ничего не увидишь, а? Что значит закрепить нижнюю часть? Здесь отовсюду течет. Но я... Да я понимаю, что у вас очередь. Но я скупил пол магазина. Так что извольте мне... Скотина какая, трубку повесила. Ты подумай, тебе сейчас все трубы в задницу вставлю, чтоб ты... Саша, это Сюзи и Луи. Познакомьтесь. Это Саша, мой приятель. Пришел починить раковину. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Сколько... Сколько дымоходов вы сегодня почистили? Просто я вдруг вспомнил Мэри Поппинс. Там, помните, были пингвины, трубачи из черных челков? Мы с Пантомимы. Ага. Преподаватель заболел, так что Нана привела вас раньше. А? Да? Ага. Берете уроки? Берем. Поужинаешь с нами, а? Могу, да. Саша, к столу! Луи, к столу! С водопроводчиком? Не, не буду. Это мой друг, он не водопроводчик. Почему же он чинит раковину? Да, потому что любой может починить раковину. Не проще вызвать водопроводчика. Я старалась, но это... Не водопроводчик, не водопроводчик, не водопроводчик! Луи, к столу! А вы давно уже знакомы? Я прошу прощения. Простите, простите. Я... Как это получилось? Вот так. Сам не знаю. Каждый раз, как берусь что-нибудь чинить, потом вот такая штука выходит. Идет снизу и вырывается наружу. Гляди, вот так. Гадость. Тебе плохо? Вырвала. Дай я вытрою. Я все уберу, уберу. Ну почему? Отнесешь? Да. Он забавный. Приберем ее немного. До пяти кадров максимум. Правильно, по всему ролику. Да. Звук прибрать, голоса прибавить. Вы гений, обожаю вас, ребята. Чао, Ксап. Чао. Трое ребятишек. Ты не в себе. Узнай я раньше, что ты завалишь телку с тремя детьми, я бы угорал под столом не меньше... Постой. Самое интересное, что они словно часть ее самой. Ты бы видел. Это что-то само собой разумеющееся. Поскольку вот она и... И вот они, и все они как-то связаны между собой. И вот такая штуковина получается. Как в Чужих 2? Какой кошмар. Что-то несешь. Хватит глупости говорить. Вот уже 12 раз мы пытались расстаться, но только все больше сближаемся. Не знаю, что я скажу. Я тебе помогу от нее избавиться в два приема. Идет, ты ей звонишь. Говоришь, что вам нужна пауза. Что у тебя полно работы. И что ты позвонишь ей после Магадора. А в это время мы продумаем полный разрыв. Все понятно, но, боюсь, ничего не выйдет. Я обещал пойти в субботу с ними в боулинг, так что видишь... Наплевать, не пойдешь и все. Да не могу я наплевать. Я обещал, что поведу их в боулинг. Черт возьми, Саша! Что? Уже пора представлять проект. У нас работы по горло. Я точно не вижу, как из тебя приоткновение. Вот видишь, опять твое это точно. Ты можешь употреблять другие... Я говорю, что хочу! Вот уже 30 лет мы мечтаем о спектакле. Нужно работать днем и ночью. И вот, пожалуйста, он увлекся новой мечтой. Отменю боулинг. Я все пальцы переломаю, пока буду удерживать такой здоровый шар. Все знаю, новичку это не так уж и просто. Нужно взять его поудобнее. А, смотри. Оп, видишь? Уверен, все получится. Я тебя вдохновлю. Кока-лайт? Не люблю ее. Айсти, айсти. Айсти, абрикос. Давай абрикос. Настой, вы вместо кега эту мерзавку. Какая встреча? А что вы тут делаете? Она пришла посмотреть, а мы за компанией. Бабуля, бабуля. Честное слово, это уже ни на что не похоже. С ума посходили. Айсти? Держи, я возьму шар. Пойдем. Это кто? Бабуля, смотри, наустроила. Твоя бабушка? Сюзи. Смотри. Держи вот так, правой рукой. Здравствуйте, мадам. Меня зовут Шарлот. Очень рада. Я тоже очень рада. Меня зовут Мацу. Леонель. Лоран. Угадали. Доктор. Режиссер. Вы вместе работаете над спектаклем. Есть! Зоро! 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 С ума, что ли, ты сошел? Это мой сын. Ясно. Он чудо-чудо. Чудо. Мне было больно. Катя. Врезали в уху. Очень больно. Получил от самого Зоро. Шарлотт, вы еврейка. Прошу, прощу. Бабуль. А что, не еврейка? Алло. Чуть-чуть. Хорошо. Чуть-чуть. Нет, бабуля, ты весь боулинг к черту спалишь. И где тебя носят? Ты получил мое сообщение? Да, но ты ведь помнишь, что просила меня пристроить картины твоих протежен на аукцию? Было бы желательно твое присутствие, чтобы продажа прошла удачнее. Но если у тебя есть другие дела, то... А у меня дети, между прочим. Помнишь? Куда мне одевать? Слушай, придумай что-нибудь. Ну, дай 50 евро, как там ее, сюзи. Она уже большая, сможет посидеть с мальчиками? Так ужин через 10 минут. Где ты там? Тут. Черт. Забыла про деловой ужин. Отпустила Нану. Не представляю, с кем оставить детей. Ну так Саша может посидеть с ними. А что, серьезно? Ему ведь больше нечем заняться. Правда? Ты можешь? Ну да, я мог бы оставить. Спасибо тебе большое. Я пойду, скажу детям. Иди, не бойся, все будет на высшем уровне. Писунчик мой, уложишь детей, после того, как затнут, проверь обрезанные пальчики. Ну вот еще, бабуль, не буду я ничего проверять. И не подумаю. Слышишь? Что будем делать? В доме нельзя курить. Правда? Ты куришь? Нет. Гляни. Курить вредно. А я не курю. Куда ты ее дел? У тебя это получилось. Я ее отпустил. Говори. Я ее отпустил. Ты ее спрятал? Нет. Куда ты ее дел? Нельзя. Нет. Нет. Грозь подушку. Так. Получается. Я водопроводчик. Я водопроводчик. Вот так. Вот так. Возьма чуть капает. Ничего себе, чуть капает. Посмотри. Плохой водопроводчик. Тебе мало? Чем же плохой? Нет, нет. Только ничего не нажимай. Нет. Пошли отсюда. Давайте. Пошли вон. Нет, нет. Ну-ка пей лево. Пей. Вот так. Плю сюда. Нет. Ну все. Хватит. Ну и быстро вниз. Это опасное путешествие. Ну ладно. Сейчас же. Иди в постель. Иди. Хватит зубы чистить. Все равно все попадают. Пошли. Что ты кричишь? Иди. Это ты все сделал? Да. Папа сказал, что скоро мы снова все будем вместе. Вот и хорошо. Правда? Спокойной ночи. Закрывай дверь. Уверен? Да-да. Спокойной ночи. Годится? А ты вообще никогда не устаешь? Нет. Когда я вырасту, ты уже умрешь. Не безусловно. Но допускаю. После того, как очень-очень-очень-очень вырастешь. Ты плохой. Ты тоже не очень. Он живет не в Париже. У него спортивный клуб в Каннах и подружка. Так что мы не часто общаемся. Однажды он приезжал сюда, но ко мне не пришел. Алан и тот лучше. Да ну? Правда, звонит он только мальчишкам. И все. И обо мне не спрашивает. К сожалению. Странный вы, мужчина-народ. Да ничего, мы не странные. А вообще, немножко чудноватый. А твой папа какой? Лучший. Но теперь уже нет. Умер давно. Так что он меня подвел. Пора уже спать. Ага. Я тоже пойду. Пока, Суши. Спи спокойно. Ладно. Как все было? Очень долго. А ты тут как? Удалось выжить? Вроде. Кто может быть лучше спящих детей? Только спящий котета. Ты тут как? Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения Добрый вечер, месье Алан, Саша, мой друг Мы с вами знакомы? Я сидел с детьми У вас другая профессия? Твой платок Приятного вечера Вот он все и узнал У него есть ключ? Я никого сюда не привожу Таков уговор Что за уговор? Скажи мне Скажешь? Ну, не приставай Не спрашивай меня Говори Не приставай Хватит Что за уговор? Переставь Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Никто не говорит лоле. Ясно. А он сказал лоле. Так, теперь я попрошу вас немного денег, потому что артистам всегда нужно деньги. Большое спасибо. Спасибо. Как вы? Спасибо. Очень рада. Нет, не так. Нет, не так. Нет, не так. Нет, не так. Вот так. О! Значит так, если у треугольника все три стороны равны, то... Нет, это равносторонние треугольники. Да, верно. И гипоталомуза... Гипотенуза. Гипотенуза. Ладно, пускай хорошо. В любом случае, для нас главное, что сумма всех углов 100 градусов. Значит, сумма всех... Ты учишь математики? Еле зап экзамен в школе. Я тебя жду. Лоран, работай пока без меня. Я скоро. Сто градусов запомнить элементарно. Сто градусов – это температура кипения воды. А сумма углов 180 градусов. Нет. Да. Нет, нет, нет. Я только вчера все повторял. Ну, то есть, я помню все, как будто это было вчера. Я так и поняла. Правда. Я слушаю. Встреча в среду по поводу рекламы. Безопасный секс отменена. Они берут другого композитора. Да ну. Кстати, ролик про йогурты тоже пока прикрыли. Проект приостановлен. Ясно. Понял. Если появятся новости, звони. Хорошо? Ладно, пока. Я и сама могу позаниматься. Нет, нет, нет. Я не отвлекаюсь. Имею в виду, что с самого детства я подорван на математике. Тащусь от арифметики. Без ума. От геометрии. Просто даю сигнал – и она пошла. Я его засуну. Ты знаешь, что мы горим синим пламенем? А ты знаешь почему? Потому что мы мало работали. Вот почему. Где же он? Я не распечатал последнюю сцену. Господи, боже. Как же мы без последней сцены? Господи. Ты знаешь, мы пропали. Нам ни за что не закончить вовремя. Ты знаешь, тебе никогда не суметь. Ты знаешь? Хватит долбить. Ты знаешь. Лоло, Лоло. Что? Поспи хоть пару часов. Тебе ведь проект представлять. Да, хорошо. Не переживай. Мы будем готовы. Ладно, я пойду поспать. Я возьму компьютер, за тобой проектор. Ладно, теперь я пойду спать. Я уверен, что все закончено. Лоло. Отлично. Надо прекратить спать. Нет, надо перестать говорить. Я буду готов, дружище. Я должен пойти поговорить. То есть, нет, пойти спать. Надо прекратить. Надо прекратить говорить, говорить, говорить. У меня впервые появилось желание не пройти мимо зеркала, а посмотреться в него. Может, виноват новый костюм? А ты в костюме? Хочешь посмотреть? Сейчас я еду домой обедать, а потом у меня встреча неподалеку. Отлично. Я заеду. Нет, нет, я не хочу, чтобы ты опоздал. Не бойся, я не опоздаю. У меня подарок для Лео, к тому же. О, здорово. Еду. Здесь все твои зоры, смотри. Нажми. Месье водопроводчик, пообедаете? Нет, я убегаю. А, папа, стойте. Смотрите. Удержу десять секунд. Победа за нами. Саша. Стошнило. Я болею. Зачем ты со мной так? Зачем ты это делаешь? Ничего. Угу. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. А вот и ты. Наконец-то можем ехать. Где ключи? Не видели? Лео. Лео. Я должен завести машину. Вум-вум. Где ключи? Вум-вум, ты плохой. Ну, знаешь. Слушай меня. Дай ключи, черт возьми. Я опоздаю. Лео! Иди сюда. Извини, но я могу опоздать. Может, я поеду на Порше? Он у работы. Лео, послушай маму. Куда ты спрятал ключи, вместо которых положил вот эти? Лео, это очень важно. Куда ключи делал? Слушай, ну хватит, ему и без того плохо. И потом он еще маленький. Да, конечно. Маленький. Маленький. Маленький, да удаленький. Маленький. Мадам. Он взял самокат. В финале четвертой сцены выплывают разноцветные пузырьки в соответствии с нотами. И тогда мы переходим к турецкому маршу. Понятно? Сверху на экран падает свет. За ним эти, ну как их, танцоры. Они так переплетаются, как бы смешиваются. И чуть-чуть понятно? И еще вот, я покажу все эти изображения, как только приедет компьютер. И мы, в общем, и тогда вот и он. Извините. Я не поймал такси на самокате в автобусе. Это за марштовкой метро. Мы уже недели об этом знаем, да? Так, мы быстренько покажем вам все сначала, а теперь с изображением. У вас есть партитура? Вот она. А я все наизусть помню. Сцена номер... номер семь. Начнем... Он начнет с турецкого марша, хорошо? Очень широко. Три, четыре... Полотка ни у кого нет, потому что... Немного скользит. Черт. Ключи от машины. И дальше? Это ключи? Ну и что? Оказывается, они... были тут, в кармане. Прослушивание окончено. Все возможное для тебя, Саша Келлер, я сделал. После смерти своего отца ты боишься вот уже 25 лет. Ты живешь, как будто завтра умирать. Ни ответственности, ни забот. Боишься, что не будешь его достоин. Уволь меня. Я устал бороться в одиночку. Есть только один, Саша Келлер. Хватит уже о твоем отце! Вечером идем к Джули, чтобы был. Потому что всю ночь я планирую трахаться. Лоран. Лоран. Слушай, судя по всему, он тебе не говорил, что пробовал предложить твои услуги в два разных рекламных агентства. Ты в черном списке. Что ты будешь делать? Не имею представления. Не знаю. Давай мигом к инструменту. Девчонки убегут. Лоло. Лоран. Послушайте. Я с тобой говорю озабоченной. Что? Что такое? Давай, Келлис. У кого я в черном списке? Что? В БДБ и в рекламе пива. Ты ведь знаешь, в Париже все агентства связаны с Аланом Пошем. Послушай меня. Завязывай. С его женой. С его женой. С его женой. Блэх. И алкоголь большой. И женщины большей же. У-у-у-у-у. Добрый день, мадам Пош. Добрый день, мадам Пош. Не моя вина в том, что он плохой музыкант. Ну, право слово. Буду я опускаться до подобного идиотизма. Прошу тебя, оставь его в покое. И вот что еще. Мы уже два года живем раздельно. Давай оформим развод. Я подключу адвокатов. Получишь развод, но не сыновей. Они не будут жить в худших условиях и воспитываться неудачником. Ты не можешь так поступить. Подумай, Шарлотт. Нам ведь не так плохо. У тебя квартира, мальчики. Твои безумные художники живут на мои деньги. Мы любим друг друга. Чего тебе не хватает? Я узнала новую жизнь с этими безумцами. Ты мне открыла мир прекрасного. Я создал из тебя сокровища. Сокровища, которые запирают в шкаф и вынимают только для выставок. Ну, вот видишь, изменяй шагу, ступить не можешь. Ну, хватит, не глупи. Осторожней, Шарлотт. Если ты уйдешь отсюда... Все кончено, Алан. Больше не боюсь. А, ну, видишь? Чистос. Я хочу... Я тоже хочу. Возьмите. Ой, миру... Давай, Миша. 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 Он, 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 он! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Слушай, это Сюзи. Я сломала ногу, истекаю кровью. Маму никак не могу найти, она надо изломать как на Сюдо. Я не нарушна, Сюзи, клянусь, не нарушна. Тихо, Сюзи, Сюзи, успокойся, успокойся, куда ехать? Я дома, в моей комнате, развило зеркало, везде кровище, и в ноге какая-то белая штуковина. Тихо, тихо, я понял. Не двигайся, я буду через 10 минут. Спасибо, Сюзи. Слушаю. Это Саша Келлер. У меня встреча с Жан-Клодом и его продюсером насчет музыки к фильму. Но мне срочно нужно отвезти дочь в больницу. Я буду у вас через пару часов. Невозможно. Месье Олтон улетает в Лондон. Она еще не вышла. Она еще не вышла, не вышла. Спасибо. Да ну перестай. Вот идиот. Настоящий мясник. Ампутировать ногу. Представляешь? Ни слова больше об этом кретине. Дурак, каких мало. О, ну что? Все у нее в порядке. Ерунда. Ничего страшного. Не волнуйтесь. Ты целый с ухожлений порванный. У нее все нормально. Слава тебе, господи Кура! Ну все, Суши, можешь поставить. Суши! Спасибо. Суров! Я научился гвоздями сморкаться, как ты. Да, сую их лучшими, выдавай из носа. Сюда, сюда и сюда. Ты правда суешь? Ну ухо, конечно, сую и выдавай. А, дошло. Суров, смотри, блок-мастер. Оставьте его, ребята. Саша должен идти. Ему надо на работу. Нет, он должен починить кровать. Хорошо. Сейчас все исправим. Ура! Это еще кто? Это Боб. Мастер на все руки. Это ты. Всей работой пара пустяков, видишь? Приложим. Вот так. Осталось прибить и сто лет будет держаться. Ты вовсе не обязан, а ты делать. Да, мне не трудно. Займет максимум пару минут. Я прибью, свалиться не должно, но все равно особо не дергайте. Ясно. Да. Показываю, как надо соображать. Черт у меня попал совсем. В общем, тут плохое качество. Ну и стены сейчас. Я, пожалуй, сниму эту фиговину. Так будет лучше. Зора! Все нормально. Все в порядке. Ты все сломал. Принеси пылесос и какой-нибудь плакат. Много маленьких плакатов. Эй! Где у Меха? Счастливо. Я не могу. Я не могу без тебя играть. Я не могу без тебя играть. Субтитры сделал DimaTorzok Саша! 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 Кажется, эту тему можно использовать в самом финале, где я парю. Вот и проверим в Нью-Йорке. О чём ты? Ну, как о чём? О мюзикле на Бродвее. Ты не в себе, что ли? Клянусь. Брось. Клянусь! Им ужасно понравились наброски. А? Визуальные изображения. Всё, клянусь, они всё покупают! Ты теперь перешёл на клянусь? А? Чего? Рефрен клянусь? Нет, нет, я занимаюсь со специалистом по речи, так что... Да бог с ним. Клянусь. Это не суть. Суть в том, что театр принадлежит квебекцам. Ну, квебекцы из Квебека. Ну и, короче, у них, в общем, свой спектакль отменён. Они дают нам больше трёх месяцев. Больше трёх! Больше трёх! Да, клянусь. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бродвей. Ага. Бродвей. Бродвей, мэн! Он Бродвей. Постронулся. Бродвей. 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 Не прохнёмся. Встреча с ними на следующей неделе. И начнётся крутёж-вертёж кастинга-репетиции. Клянусь, Саша, мы на коне. Мы уедем почти на полгода. А что тебя здесь удерживает, Саша? Чужая жена? Не будь дураком. Это шанс всей твоей жизни. Бродвей. Клянусь. 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 Но только о том, как пойду и скажу, что не могу без нее. Учти, писунчик, что работа важная штука. Ты помнишь, что утверждал твой дед? Никому не поможет сахар там, где потребна соль. Только жизнь без нее ни соль, ни сахар, бабуля, вообще ничто. Я хочу быть с ней. Выходить в провинцию, купить домик. Жить там всем вместе. Я бы давал уроки музыки. Но без тебя я умру. Но мы уедем лишь в пригород. В пригород. Это ведь недалеко. Рядом. Не говори глупостей, писунчик. Перестань. Но ты ведь артист. Завоюешь своим спектаклем Америку. Найдешь прекрасную еврейскую девушку без детей в Нью-Йорке. И привезешь ее сюда. Жить! А знаешь, что она делает по вечерам? Поет песни. Вместе с детьми. И играет на пианино. А, как в фильмах Фрэнка Капры. То-то и оно. Как в фильмах, которые с дедом смотрели. Это она, ты уверен, песочек мой? Уверен. Она. Короче, ты продум. Должен мне восемь пачек. Кэмэлла. Только выбирай такой пригород, чтоб к вам не ехать на поезде, который привезет меня на восток. Собственную галерею? Да, пополам с одним антикваром из Германии. Его дело спонсоры, мое таланты. Очемнете. Ну, пока есть только место, а вот зарплаты не будет еще долго. Ну и когда начнешь? Я уже работаю. Завершаю все дела со своим фондом. Понятно. Готовлю себе замену. А потом подбираю новую квартиру, перевожу детей в другую школу. Не знаю точно, что делать, но совсем не боюсь. Моя сестричка. Я не могу его забыть. Так скучаю. Это он. Ну? Он хочет встретиться. Я побегу. Беги, сестричка. Ловись, дух. Ловись, дух. О, Нана, я всех люблю. Какой аромат. Ты можешь у нас сегодня переночевать? Сходи, пожалуйста, за Лео, поскольку я не смогу. На ужин приготовьте вам спагетти. Подходим, не поддавайся на уговор. Вот с ними построже. Нана, мадам, вас там один висе ждет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шарлотт, я тебя люблю. Шарлотт, хочу провести всю жизнь с тобой и детьми. Мне очень жаль, Саша. Не могу. Чего? Чего ты не можешь? Ничего. Вступать в конфликт с Аланом. Рисковать своими детьми. Менять свой образ жизни. Только не делай вид, что ты этого не знал. Я и не делаю. Слишком поздно мы с тобой встретились. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Тебе не потянуть такую, как я. Я возвращаюсь к Алану. Нет. Все, уходи. Уходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тоже к вам хочу. Ну и правильно, мой ангел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах, эти мужчины. Ах. Все пройдет. Пройдет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тут позднее вас, прошу вас, какой почет. Есть. Чистая победа. Нет, 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 не нужно. Это для меня, для меня. Не волнуйся, что это. Hello, how are you? Здесь так жарко, я все горю. На тебе слишком много надет. Куда? Стой, Саша, стой! Саша! Саша. Саша, прием. Саша. Ну что, пошли? Пора репетировать. Живее, живее. Долго раскачивайтесь, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Окей, экран. Так, остановимся здесь. Жанцы, для второй сцены мне понадобятся четыре дополнительных танцора. Думаю, так будет лучше. Саша, все хорошо. Единственное, привели слегка. Жизнь преподносит подарки, которые нельзя упускать. Театр на Бродвее, канадский продюсер. Это грандиозная удача. Удача? Я бы проверил, откуда она свалилась. Ты параноик. А Ланна такой не пойдет. Соперник его сподвигнет на многое. Стой, стой, стой. Ты что-то недоговариваешь. Ты бы вернулась ко мне, если бы я не уехал. Причем тут, не понимаю. Если бы я не уехал в Канны, ты бы вернулась ко мне. Между нами все было кончено. Ну вот, вот, видишь? Он купил мне спортивный клуб в Каннах. А Ланна. Как купил? Купил? Что? Ты позволил себя купить? Да, он меня заморочил. Я ведь знал, что мы не будем вместе. Уже столько лет меня мучает совесть. Столько лет. Ты позволил купить себя. Ну, а ты? Ты что, не позволяла себя покупать? Смотри, какой ангелочек. Почему ты вопишь на женщину? Заткнись. Это у меня. Эй, эй, стой, стой. Кто здесь, козел? Да кто козел? Кто козел? Не тот ли, кого приложили мордой об камни, и кто больше никогда не сможет подняться? Ты хочешь подняться, а ничего не видит? Почему? Да потому что ты козел. Что здесь? Козел! Твой отец. Понятно. Твой отец. Алан попросил меня проверить документы по одному спектаклю. Да, искусство — это моя епархия. Задаток? 135 тысяч поступили с его личного счета? А, ну да, разумеется, со счета фонда. Но ведь в Нью-Йорке по-французски не говорят. Ах, продюсер канадец. Мы говорили об этом, но у меня совершенно выпало из головы. Я благодарю. Всего хорошего, месье Сентилер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ура! Клади трубку, придет жуткий счет. Люблю бабуль, люблю. Пока. Моя бабуля. Каждую субботу мне звонит и ругает, что я отвечаю во время шаббата. С кем он говорит? Это его бабушки. Ребята, вы видите этот театр? Вы чем не американский стиль? Правда, американский? Американский, кто бы спорил. Дай мне свой мобильник. Сейчас. Вот. О-ля-ля, вот, черт подери. Что ты делаешь? Убираю свой номер из памяти. Что? Мы ужинали с Шарлоттой Винчанса. Она спрашивала в курсе ли Саше, что спектакль оплачивает ее бывший. А что это изменит? Узнав, что ее первый муж был продажной скотиной, несчастная кошечка потеряла покой и сон. Я пообещал привести ответ. Слушаю. Эй, Лионель! Лоло! Он не знает. Эй, ребята! Я буду живеть! Ну ты и подонок. Просто я боюсь. Ребят, эй, 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 эй. В чем дело? Просто я боюсь. О, ты петрифицирован. О, эй, эй. Эй, у тебя неплохо выходит, учитывая, что ты вовсе не танцор. Я дерьмо и гнида. Саша, я не достоин быть твоим другом. О. Жан-сэ, подбери мне замену. Извини, я ухожу. Тихо, Лоран. Тихо. Нет, нет. Пусти меня. Это же Нью-Йорк. Подожди минутку. Давай отойдем в сторонку. Билл, извини, пожалуйста. Мы отойдем на него. Да, так, конечно. Он скажет. Он не скажет. Что он скажет? Тихо, тихо, тихо. Он что, заплатил? Чтобы убрать меня из страны? Во-во-во, уточню. Он только внес задаток. Машна, конечно, любит праздники. Но все равно деньги считать умеет. Что за Машна? Между собой. Тут Алана Поша зовут Машной. Машна – это такой чехол, в котором яйца живут. Машна. Ой, не могу. Он позвал меня к себе в офис. Сказал, что хочет помочь пробиться. И что знает канадца, у которого на Бродвее театр. И что он готов внести некую сумму. Но чтоб не разглашалось имя спонсора. Короче, мужики, я сейчас позвоню Машне и верну его задаток. Ну что это меняет? Все. Все меняет. Я втайне от тебя был у Шарлот. Уговаривала ее тебя оставить. Ты ее уговаривал? Я не думал, что ты любишь ее настолько сильно. Она меня любит. И не предполагал. Она меня любит. Любит. Она любит тебя. А ты ее. Боже, какой я себе. Слушай, парень. В полодиннадцатого ночи есть самолет. Думаю, ты вполне можешь на него успеть. Да оторви ты свою задницу. Быстро. Даю одну неделю, чтоб вернулся счастливым. Саша, клянусь, клянусь, жизнью. Черт. Так мне и надо. Жизнь это лучшее шоу. Обожаю сидеть в первом ряду. Самолет ждать не будет. Ничего себе. Уйди, чтоб пятки слегка. Люблю вас. Люблю вас обоих. Люблю всех. Пойдем. Идет все рекорды. Слети, пророс. Слети. Слети. Куда вы стойте? У месье совещание. Ух ты. Ух. Прямо как в кино. Извините, месье, я всего на минуту. Алан. Спасибо. Благодаря тебе через неделю я везу Шарлотт в Нью-Йорк. Покажу ей спектакль. Она увидит, как все встанет на свои места. Все вышло как нельзя лучше. Спасибо, Алан. Ты посидишь с детьми в ее отсутствии? Или я могу их взять с собой? В Нью-Йорке для детей раздолье. Сообщи мне о своем решении, хорошо? Господа. Большое спасибо. Ксав. Дела идут, Ксав. Галстук какой, дорогой? Пока. Месье. Спасибо. Вы кем себя возомнили, Келлер? Человеком, который не упустит такую женщину? Никогда. Вам неизвестно, на что я способен? Известно. Получил представление. Но осторожней. Эдгар из котов-аристократов в чемодане отправился в Тимбукту. Первого я недолюбливал. С вами мы будем открыто враждовать. Не просто любить детей, если воюешь с их отцом. Вы не поверите, но мои сыновья и эта женщина составляют смысл моей жизни. Надеюсь, вы будете хорошо заботиться о них. Вот мы и смогли договориться. Добрый день, месье Бош. Уволен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О-ля-ля, друг мой, далековато. Где? Где? Край света, Роман Вильм. За кольцевой дорогой. Спасибо. Доберусь. Спасибо. Удачи. Край света, Роман Вильм. Край света, Роман Вильм. О, Павел, на сегодня все. Спасибо. Вы завтра сможете... Хорошо, без проблем, мадам. Завтра буду красить. Судачи, месье. Суши! 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 Бабушкина пианино. Ну, в любом случае, для двух пианино в доме места не хватит. Суши! Спасибо. Давай, давай! Ура! Каскад-фильм в 2012 году. Александр Головчанский, Рамиля Эскандер, Ярослава Турулева и другие. Каскад-фильм в 2012 году. Каскад-фильм в 2012 году. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok